Привет, любитель новинок и новых приключений! Сегодня мы с тобой отправимся за Ноглином и за Томим Дельфина. Ну что, поехали? Это мир Ноглина. Находятся они примерно вот в этом районе, то есть куда я смотрю, туда. Самое интересное, Ноглина нужно сперва найти. Раз на раз не приходится. Бывает их очень много в одном районе, а бывает их совсем нет. И он очень-очень маленький, поэтому заметить его крайне тяжело. Блин, какой красивый Томчий Хвост, а? Ты посмотри. Ну, блин. Хм, ну ладно, счет я отвлекся. Полетели искать Ноглина. Как найду, вернусь. Вон он, вон он, вон он. Смотри, слева, слева, возле дерева, слева, возле дерева. Он мелкий засранец. Так, ну найти Ноглина это полдела. Теперь нужно хорошо подготовиться. Ты должен быть уже готов. Итак, ну для экспериментов я сделал вот такую вот Томилку и черепаху. Но, блин, к сожалению, очень сильно лагает, очень глючит. Поэтому, ну давай попробуем. Посмотри, начинаются глюки, когда ты его хватаешь на птере. То есть принцип таков. Ты его хватаешь на птере и кидаешь вот в эту клетку с твоей живкой. Так, тот у нас что-то забаговался. Блин, они очень часто багуются и они очень капризные. То есть, если его сбивают, к примеру, с этой твоей черепахи, у него там лень не замирает. Ну и если он вот так вот агрится, тоже там лень не замирает. Ну а так, смотри, принцип таков, что ты закинул, он зацепился за какую-то черепаху, взял ее под контроль и начинает здесь кипиш. Ноглин это любитель кипиша. Смотри, существует большая вероятность, что его вот так вот скинут. То есть, если та живка, на которой он сидит, была убита, его скидывает и процесс опять же багуется. Ну, вроде у нас с тобой тут кое-что идет. То есть, если он убивает твою живку, сидя опять же на твоей живке, то все нормально. Ну, теоретически, можно закинуть вот так вот черепаху высокого уровня, к примеру, да, чтобы он на нее зацепился. И чтобы он начал файтиться с черепахой более низкого уровня. Но опять же, это не точно. Нужно тестировать на разных видах дина и на разных уровнях. Может быть, просто со временем все это сделают получше и как-то пофиксят. Потому что на данный момент, ну, реально, это очень багованный зверь. Вот смотри, его опять сбили, хотя черепаха была более высокого уровня. Но он опять зацепился. Главное, чтобы живку, на которой он сидит, никто не убил. Нет, он зацепился за более беспонтовую черепаху. То есть, его с 225-й скинуло, и он прицепился на лоу-левел. Ну вот, видишь, все. И опять все забаговалось. Короче, пробуй, экспериментируй, смотри. Смотри, какой он прикольно спит. Но торпор у него очень маленький и спадает очень быстро. Поэтому это тебе не мега-челон, где выбросил и пошел спать. Так, забираем Ноглина и летим навстречу новым приключениям. Давай столько посмотрим, что он кушает. Я думаю, он ест мясо здесь. Никаких сюрпризов быть не должно. Да, абсолютно верно. Так, ну что? Прикольный зверь. Ну, давай его тестировать. Полетели, найдем нашу жертву. Так, ну-ка. Два раза жмешь на F. И все. Но, к сожалению, для динозавра это билет в один конец. Ну, а так, смотри, полный контроль. Динозавр под твоим контролем. Единственное, что, ну, вот так вот нельзя посмотреть в инвентарь, Дина. Ну, и время у тебя ограничено. Так. Лишь богуется. Ну, еще раз нажимаешь на F. И, как бы, ты переключаешь контроль на себя. Ну, динозавр начинает по умолчанию следовать за тобой. Так, ну и смотри. Естественно, в таком режиме ты можешь иметь доступ к инвентарю. И Ноглин снимается вот так вот. Снять Ноглин. Хм. Слушай. Ну-ка, подожди-ка так. Подходим. Ну, зверь бесспорно классный и очень имбовый. Так, снимаем. Снимаем. И, естественно, это вызовет гибель. По-другому никак. Слушай, давай попробуем кое-что. А если вот так? Ну, это, конечно, чисто теоретически. О. То есть, чисто теоретически вражеский гигантозавр. Если чел на нем проспит, можно подкрасться вот так вот. Взять его под контроль. И все. Интересно. Я думаю, это будет очень интересно в ПВП. Давай попробуем еще раз. Так, ну-ка. Сейчас подальше отведем Птира и попробуем еще раз. Так, ну смотри. Так. Так, ну здесь он нас кусает. Так, надо сделать еще один тест. Подожди. Снимаем Нуглина. Так. Пробуем. Здесь явно гига не достает. Так, гига не куснул. Гига не куснул Нуглина. Блин, надо, надо тестировать в ПВП. Теоретически, ты же подбираешься сзади гиги на Нуглине и нападаешь? Ммм. Интересно. Ну, я обязательно сделаю тесты в ПВП, когда будет возможность, но чуточку позже. И, к сожалению, на Нуглине ты Дина в ловушку не заведешь. Вот такой вот прикольный зверь. Очень имбовый, очень крутой, но с очень маленьким уровнем ХП. И написано, что у него есть пол, но говорят, что разводить их нельзя. Поэтому пока на данный момент, ну, по крайней мере, на конквестах их просто клонят. Ну и смотри, главное, для чего нужен Нуглин и как это работает. Ты просто вселяешься в него, ну, или он в тебя, или ты в него, подкрадываешься и нападаешь на свою жертву. Опять же, динозавр, на котором сидит Нуглин, уже мертв. Ну, если не убить, наверное, Нуглин. И да, вот, давай посмотрим по таймеру. Все, время вышло, динозавр умер. Так, ну-ка, иди отсюда. Еще один, блин. Так что такой вот зверь. Прикольный, маленький, симпатичный. Ну, не знаю, мне он очень нравится. Я думаю, он будет входить лично в мою топ-тройку, Дина. Но, наверное, на третьем месте. Ну, а что, давай теперь посмотрим на дельфина. Поехали. С дельфином все довольно просто. Тебе нужен элемент, пассивное томление. Ты просто его кормишь, летаешь за ним, но лучше подходить с головы, потому что иногда, опять же, все это покурится. Он, когда покушает, просто отлетает, ты летишь за ним и опять кормишь. Ничего нового, ничего интересного. И так, когда ты его затомишь, тебе понадобится седло. Седло открывается на... Так, на 120-м уровне. Стоит оно, в принципе, недорого. Ну, единственное, что металл, да, нет, я думаю, недорого. И седло также требует элементов. То есть, ты экипируешь седло, ты обязательно его должен зарядить, ну и положить немного элементов в инвентарь. Ну, вот, обычный дельфин, очень красивый, летит, парит, все так блаженно, все так размеренно. И все вроде бы понятно. Пока ты не нажмешь на клавишу Ctrl. Вот тогда вот по-настоящему начинается веселье. У него три вида атаки. Вот такая вот, маленькими лучами на левую кнопку мыши. Если нажать и подержать, то у него будет большая атака, но мощная. Большим лучом. Плюс он, как тропиогнат, стреляет гранатами. Ну, это, грубо говоря, смесь, наверное, топижары и тропиогната. Но управляется он, конечно, шикарно. Я не знаю, может быть, это опять же пофиксят. Но, кстати, да, у него на пробел еще есть такая вот атака. Но разворачивается он на месте. Единственное, да, когда у тебя активировано такси-дло, он никогда не останавливается. Ну, еще можешь делать вот такие вот клевые пируэты на C и на X. Классный, Дина. И, ну, это как вертолет просто. Просто, я не знаю, так разворачиваться на одном месте. Ну, и главный ответ на вопрос. Да, их можно бредить. Давай посмотрим. Ух, как он интересно выпал. И, как и в случае с тусиками, он багается в собственной матери. У тусика багается яйцо, а этот багается полностью сам. Ну, вот, наш с тобой первый дельфин. Так, это мы поставим сюда. Что он ест? Ест он мясо. Давай посмотрим. Да. Проще простого. То есть выращивать их очень просто. Очень красивая. Очень классная живка. И, я думаю, в будущем будет очень популярна на всех серверах. Неважно на каких. Конквесты, Беги, Смолтрайбы. На любом сервере этот дельфин будет очень популярен. Он очень прикольный. Он классный. Ну, вот, а на сегодня все. С вами был Кипгеймс. До следующей встречи, до следующего обзора. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok